В рамках программы децентрализации власти в Украине в начале октября в селе Красноселка Лиманского района Адельской области был торжественно открыт Центр административных услуг. Не так давно было створено Красносельскую объединенную территориальную громаду. Та мешканцы наших населених пунктов уже відчули переваги такого демократичного кроку. Проте, чимало позитивных змін чекают нас попереду. Ми маємо пройти свій шлях до поліпшення якості послуг, які надають органи влади громадянам. Основним результатом стане доступність влади для громадян і реалізація головного принципу – влада для громади, а не громада для влади. Среди восьми объединенных территориальных громад Одесской области именно в Красносельской Лиманского района произошло ответственное и важное для жителей нескольких населенных пунктов событие – открытие Центра административных услуг, что, несомненно, улучшит и облегчит жизнь жителей области. Теперь жителям населенных пунктов Красносельской объединенной территориальной громады станет намного проще в вопросах оформления самых разных документов. Законом было предусмотрено, что в первую очередь объединение громад должно предоставить людям административные послуги, чтобы приблизить все наши действия к народу. Перспективным планом будет даже разработано, что не больше 20 километров, чтобы люди могли… Потому что на сегодняшний день и у нас в районе, и во многих других районах, допустим, от некоторых населенных пунктов до районного центра было 40 и больше километров, 60 километров. Это, естественно, при сегодняшнем состоянии экономики не каждый мог вовремя туда добраться. Поэтому человек мог приехать, прождать целый день и ничего не получить. Это надо было бы ездить по нескольку раз, и это, конечно, большое неудобство этого. Поэтому первое, что мы хотели сделать, это приблизить вот эти административные услуги для нашего населения. Это и регистрация вещевой, это майна, регистрация земли, это и спадщина, это и паспортный режим. Ну, все то, что сегодня людям надо. Что касается финансирования, то у нас были неопределенные накопления денежных средств с прошлого года. Значит, и мы уже вместе с депутатами, с депутатским корпусом на сессии смотрели, куда эти деньги лучше направить, чтобы получить быстрее результат от нашей деятельности. Сегодня в Центре административных услуг Красносельской объединенной территориальной громады работают квалифицированные специалисты, чтобы максимально ускорить работу Центра и улучшить качество предоставляемых услуг. Конкурс производился, давалось объявление, все согласно закону Украины, выдержаны все строки. И, естественно, есть специалисты, которые работали у нас сегодня, которые работали в Коминтерновском Центре на Дне административных услуг, сегодня они работают у нас. Ну, им территориально ближе, выгоднее, поэтому... То есть у нас есть люди, которые уже имеют опыт работы. Есть люди, которые проходили стажировку. Даже перед конкурсом они у нас стажировались, учились, получали какие-то навыки для того, чтобы, пройдя конкурс, они могли полноценно приступить к своей работе, чтобы это не отражалось, скажем, на качестве услуг. То есть старались подойти к этому, максимально их научить, рассказать, показать, чтобы люди пришли уже подготовленными. Центр оказания административных услуг Красносельского сельского совета действует по принципу единого окна. Он обеспечен необходимым помещением, современной техникой и высоко квалифицированными специалистами. Основные принципы работы Центра – это открытость и прозрачность, оперативность и доступность информации об услугах, защита персональных данных граждан и рациональное минимизирование документов и процедур для получения услуг. Сегодня в Центре можно получить помощь в решении самых разных проблем. При этом предоставление услуг в сфере социального обеспечения граждан производится на бесплатной основе. Очень приятно, конечно, анонсировать, что первый центр этих услуг открывается именно в нашем Лиманском районе, в нашей Объединенной Красносельской громаде. Что мы от него ожидаем? Так мы, наверное, ожидаем от него то, что мы ожидаем от всей реформы децентрализации. Что такое децентрализация? Это передача полномочий на места людям. Для чего? Для того, чтобы люди ощутили, что они живут действительно в правовом, демократическом государстве. Можно только похвастаться сейчас, что у нас такой красивый центр в нашем районе, в нашей Красносельской объединенной громаде. Также хочется очень сильно выразить благодарность главе сельского совета, который сегодня сумел сделать такую красоту. А это действительно очень красиво, вы сами видите. И это большой шаг вперед.